Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер-коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-Тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве 784-5862 с кодом 985. Наша программа называется «Ужин для чемпионов», и чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту, однако на пути к мечте очень часто встречается множество всяческих преград. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – «Через терник звездам». Мы будем говорить о том, как преодолеть эти преграды, как преодолеть внутренние сопротивления на пути к своей мечте. Я приглашаю всех слушателей звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю и делитесь своим опытом. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. А в гостях у нас сегодня моя коллега Алина Светлова. Добрый вечер, Алина. Добрый вечер. С Алиной мы знакомы давно и на «ты», поэтому не удивляйтесь, что я буду обращаться к ней на «ты», она ко мне на «ты». Она высокопрофессиональный, высокообразованный человек и очаровательная женщина. У нее аж два высших образования – педагогическое, экономическое и несколько специальных, в том числе таких, как бизнес-тренер и коуч. Алина, расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты пришла в коучинг? Это очень интересная история, потому что я работала в бизнесе после преподавания в ВУЗе в 90-е годы. Пришлось что-то решать в своей жизни для того, чтобы жить, а не выживать. И я пришла в бизнес и стала расти по карьере. И когда я уже стала руководителем, то, конечно же, стал возникать вопрос, а как сделать таким образом, чтобы люди, которые работают под моим управлением, а это тоже были менеджеры, руководители среднего звена, как сделать так, чтобы они работали с вдохновением, чтобы у них была максимальная мотивация, чтобы люди ощущали свой вклад в то, что они делали. И я стала искать способы и методы, которыми можно этого добиться, которыми можно поддержать свою команду. И я нашла, как мне кажется на данный момент, наилучший способ, который срабатывает в этих случаях. Это было начало 2000-х годов, и я нашла школу, это был и есть действующий сейчас Международный Эриксоновский университет коучинга, в котором я закончила впервые курс в 2003-2004 году. И это было нечто уникальное, прежде всего для моего жизненного опыта, потому что в последующие приблизительно три года моя карьера, сопровождающаяся финансовым ростом, сопровождающимися изменениями в других сферах моей жизни, это что-то было такое, похожее на ракету. И изменения, они были внутренние сильные изменения, которые дали мне рост, как профессиональные, так и личностные. И также это были видимые изменения, которые проявились в бизнесе, которые проявились в результатах, которые удавалось достичь мне и моей команде. И это для меня было что-то феерическое. С тех пор на самом деле мало что изменилось, и с тех пор я вот только становлюсь ближе к коучингу, в том смысле, что его становится в моей жизни все больше. То есть я перешла из статуса руководителя, менеджера, перешла в статус профессионального коуча. Потому что я знаю, какие результаты это позволяет достигать моим клиентам, которых у нас в эриксоновском коучинге принято называть чемпионами. Смотри, ты очень много интересных вещей рассказала, и в частности упомянула, что вот ты стала заниматься коучингом, и вдруг вот у тебя такой прорыв и какие-то фантастические результаты. Но ведь это не просто так и не сразу, да? Ведь вот что-то тебя подтолкнуло к тому, чтобы у тебя возникло вообще само желание изменить как-то твою жизнь. Вот что это было? Может быть, с этим связана какая-то история из твоей жизни? Вот как ты к этому пришла? Это способ, который до сих пор используют коучи. Это взять и попробовать, что такое коучинг. На него нет смысла смотреть, о нем, может быть, хорошо почитать, но вот понять, что это такое, как это работает, можно только, когда ты сам включился в эту работу вместе с коучем и посмотрел на те результаты, которые тебе удается достичь за те 30 или 60 минут, которые ты проработал с коучем, то количество идей, то количество планов, то количество вдохновения, которое ты получаешь за это время, ну и плюс результаты, которые следуют за этим, когда с коучем вы расстались, а результат продолжается. Вот я тебя услышал, а вот скажи, вот в твоей жизни, что было тем поворотным моментом, который подтолкнул у тебя к этому? Вот может быть, было какое-то событие, которое заставило тебя по-другому посмотреть на суть вещей? Вот что это было? Расскажи более подробно, пожалуйста. Ну, это был такой, наверное, особенный момент, как я уже говорила, в моей профессиональной жизни, когда я перешла из одной компании в другую. Это оказался достаточно новый для меня бизнес, вообще другая сфера бизнеса. И я поначалу терпела там неудачу. А вот чем ты занималась до этого и чем ты стала заниматься в новой компании? Да, я покинула компанию по недвижимости, это было достаточно крупное агентство, и я уходила с позиции исполнительного директора и перешла в компанию по страхованию жизни. Если кто-то сталкивался со страховым агентом, то он примерно может себе представить, что такое плохой страховой агент, но я работала, когда уже пришла в компанию над тем, чтобы это были хорошие страховые агенты, которые бы предоставляли качественный сервис тем, с кем они встречаются. Так вот, вот этот переход, он оказался для меня таким достаточно непростым. И вот эта неудача, то есть анализ, а почему я не достигаю результата, что здесь может помочь лично мне, и что может помочь тем людям, которые рядом со мной работают. Вот он привел к поиску тех способов, какими мы можем преодолеть эту неудачу, и прийти к результату, который ожидает компания, которые важны для нас, потому что агенты, они работают на комиссии. Несмотря на то, что я была руководителем и штатным сотрудником, для меня было важно, чтобы те люди, которые со мной работают, получали хорошие деньги, достигали успеха, и при этом дружили с клиентами, а не надоедали им. Вот ты говоришь, люди, сотрудники, это понятно, но в то же время, вот для тебя лично, что было основным мотивирующим фактором? Что заставило тебя сдвинуться вот с этой точки и начинать искать что-то вот другое? Это, наверное, ситуация, в которой ты уже, ну, как бы перебрал все способы, о которых тебе было известно, да, и попробовал все способы, которые тебе известны. И наверняка ты понимаешь, что есть что-то, что должно сработать. То есть ты используешь все, что сработает на результат. И вот этот поиск, он, естественно, был не очень быстрым, да, потому что это были такие во времени, это сейчас быстро очень рассказывается за несколько секунд, тогда, конечно, это заняло время. Важно было понять, что срабатывает, что дает результат. И я обнаружила то, что, по крайней мере, для меня это коучинг срабатывает, он дает результат. Спасибо. Я еще раз приглашаю наших слушателей звонить в студию. Напомню, номер телефона 6510996, код Москвы 495. Вот наверняка на этом пути ты встречалась с какими-то сложностями, трудностями. В общем, это и есть тема нашего разговора. Сложности и трудности, с которыми любой человек сталкивается, условно говоря, в процессе роста, да, или в процессе движения вперед. Расскажи, пожалуйста, что это были за сложности, что это были за трудности, и как ты их преодолевала? Сложности на моем пути, но одна из сложностей – это то, что я человек сам по себе, сама по себе не очень коммуникабельный и не очень общительный, и когда пришлось работать с людьми, для меня это было определенной проблемой налаживать отношения, завязывать отношения, вступать в контакт и дальше поддерживать, развивать эти отношения. Мы сейчас понимаем, для людей, работающих в продажах и для людей, работающих на руководящих позициях, это как-то нонсенс, это себе невозможно представить. И вот каким образом с этим справляться? Так, чтобы это было легко, так, чтобы это было хорошо для тебя и для тех, с кем ты общаешься, для того, чтобы научиться в результате этих коммуникаций влиять на людей и влиять таким образом, чтобы это действительно люди ощущали как твою помощь и поддержку, а не как давление или манипуляцию. Те, кто этим занимается, они знают, что это целое искусство. И вот то, каким образом это можно сделать, каким образом эти качества в себе можно развить, здесь это тоже была часть вот такой внешней поддержки, с которой я работала, с коучем. Да, в процессе коучинга. Это тоже дало свои результаты. У нас на линии радиослушательница Елена. У нее вопрос. Пожалуйста, Елена. Добрый вечер. Очень интересная тема. Хотелось бы вас уточнить. Я являюсь руководителем, работаю в продажах. Это финансовая компания. И по работе своей мне приходится сталкиваться как раз-таки с наставничеством, коучем. Но я не профессионал в этом бизнесе. То есть для меня это путь для того, чтобы мои продавцы, мои руководители могли бы это делать более профессионально. Насколько вам кажется, было бы удобно пройти какие-то курсы именно руководителю для того, чтобы потом заниматься наставничеством. Либо вообще нужно менять род деятельности, как сделали вы, и полноценно перейти в коучи. Потому что я в себе чувствую какие-то потенциальные возможности. Наверное, для меня это было бы интересно. Но вот насколько возможно это совмещать, и почему вы ушли, почему вы выбрали для себя другую стилю. Спасибо. Да, Елена, добрый вечер. Спасибо большое за вопрос. Я бы, наверное, ответила... Ну, у вас там, на самом деле, несколько вопросов в одном вопросе. Я попытаюсь ответить по порядку, так как я это услышала. Что касается коучинга и наставничества со стороны руководителя. Вы правы в том, что это действительно определенный навык, граничащий с искусством. И, конечно же, те руководители, которые действительно хотят растить, развивать свой персонал, прежде всего видят будущих лидеров в тех людях, которыми они управляют. То, безусловно, конечно же, очень полезным является учеба в специализированных заведениях, которые занимаются именно коучингом, обучают коучингу, обучают наставничеству. Это никогда не помешает, и это дает, безусловно, вам, как руководителю, большую фору, а вашему бизнесу, вашему подразделению хорошие результаты. Что касается того, как стоит ли полностью переключаться на коучинг, здесь, конечно же, на этот вопрос можете ответить только вы. Если коротко говорить про меня, то, наверное, это, как я уже сказала, выглядит так быстро. В жизни все происходило очень постепенно. Обучение я прошла в 2003-2004 году, и все это время у меня была возможность развиваться, улучшать и усиливать свои навыки коуча внутри компании, применяя коучинг в работе с подчиненными, иногда с коллегами или в каких-то отдельных проектах. Поэтому это прекрасная возможность почувствовать, что действительно вы хотите заниматься именно этим. Мое решение было связано с тем, что это была одна из моих ролей в компании. Это занимало определенный процент моей работы, но не всю мою работу, безусловно, как у любого руководителя. Я же хотела постепенно осознавать, что я хочу сфокусироваться именно на этой деятельности, и таким образом, чтобы она максимальное время в моей профессиональной трудовой деятельности занимала. На это потребовалось время. Это важное решение, уйти с руководящей позиции и отправиться в такое самостоятельное плавание. Здесь хорошо бы все продумать, обсудить и, возможно, поработать с коучем. Спасибо большое, Елена, за ваш вопрос. Это программа «Ужин для чемпионов». Сегодня в нашей студии Алина Светлова. Мы вернемся буквально через мгновение. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио «Финам.ФМ». Мой гость сегодня Алина Светлова, бизнес-тренер, коуч, и мы обсуждаем тему преодоления трудностей на пути к мечте. Алина, такой вопрос. Ты работаешь в качестве коуча с различными людьми и с руководителями различных рангов. Это люди достаточно сложные. Скажи, пожалуйста, вот они привыкли показывать, что они такие цельные, такие сильные, такие мощные, и в то же время, ну, я думаю, у них, как и у всех живых людей, встречаются различные сложности в жизни, вот при движении вперед. Можешь ли ты рассказать какую-либо историю, как кто-то из твоих клиентов, ну, не называя, конечно, имени, встретился с какой-то определенной трудностью и как он ее преодолел? Мне кажется, что для нашей аудитории это может быть очень интересно, как люди преодолевают сложности в своей жизни. Ну, наверное, самая первая трудность, о которой хотелось бы сказать, это следствие из того образа, который создают такие люди для своего окружения, для своей среды. Действительно, как ты сказал, сильных, мощных людей. И в какой-то момент оказывается, что когда такой человек сталкивается, да, с какой-то трудностью или с какой-то непредвиденной для себя ситуацией, в которой он не может сразу принять решение или не может отреагировать, получается таким образом, что ему очень, как бы, сложно показать свою слабость, и, да, это не хочется терять свое лицо, и получается, что ему не к кому в какой-то момент обратиться с решением этой проблемы, может быть, даже не за советом и не за чужим решением, а просто за тем, чтобы эту проблему обсудить, потому что даже в обсуждении, да, могут рождаться какие-то новые идеи и выходы из ситуации, которые кажутся тупиковыми. Так вот, если говорить вот об этой первой сложности, то как раз рост популярности коучинга, это как раз может быть ответ на вопрос, почему коучинг популярен именно у топ-менеджеров, у владельцев бизнеса, именно потому что они уже находятся в той ситуации, когда им сложно, да, найти человека, с которым они могли делиться своими проблемами и искать выходы из положения. А коуч обязательно обеспечивает конфиденциальность. Это, на самом деле, одна из краеугольных компетенций и этических ценностей коуча. Так вот, если говорить о конкретной истории, то, наверное, хотелось бы вспомнить о ситуации, когда один из топ-менеджеров крупной международной компании ко мне обратился с вопросом о том, что он сейчас находится на распутье, и, с одной стороны, естественно, он занимает высокую позицию, которая, соответственно, подкрепляется соответствующей материальной компенсацией, с другой стороны, он понимает, что что-то происходит не так, что он сам демотивирован, что ему стало неинтересно работать, что стресс нарастает, ему всё сложнее и сложнее. И вот это распутье, вот всё-таки найти выход, как к себе найти вдохновение, идти дальше и работать, или всё-таки развернуться и уйти, несмотря на все блага, которые он там имеет, оказалось для него таким сложным выбором, сложной ситуацией. И вот эта наша совместная работа, такой небольшой проект в виде нескольких сессий помог клиенту создать такую яркую картинку, яркое видение своего будущего, то, что он бы хотел через какое-то время, какой он хотел бы видеть свою жизнь, жизнь своей семьи, чем бы он хотел заниматься, что для него на самом деле важно во всей этой истории, что он хочет оставить в своей жизни и продолжать делать, а от чего он готов отказаться, что он готов изменить в своей жизни. И вот эти несколько сессий, они дали возможность увидеть прямо воочию эту картинку ему, как будто живую, из этой картинки сформировать конкретную цель, к чему он хочет прийти через несколько лет. И уже из этой цели нарисовался конкретный план, который заключался в том, что ему не надо уходить из этой компании, ему просто нужно прийти уже, собственно, и обсудить с остальными коллегами и руководителями о том, что он бы хотел несколько поменять направление своей деятельности, может быть, поучиться. И тогда вот эта мотивация и это вдохновение, они к нему вернулись. Таким образом, вот эта наша совместная работа и наш проект, он помог сохранить такого ценного специалиста компании, хотя обращался он ко мне лично, индивидуально, и, скорее всего, компания об этом ничего не знает. Но его работа счастливо продолжилась. Телефон нашей студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Я приглашаю наших радиослушателей принять участие в нашем разговоре. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь вашими соображениями. У меня следующий вопрос. Алина, скажи, пожалуйста, вот мы говорили о сложностях, о тех препятствиях, с которыми сталкиваются люди. А вот такая вещь, как алкоголь, допустим, или какие-то другие средства, условно говоря, средства избегания тех проблем и стрессов, с которыми мы сталкиваемся. Как люди справляются с этим и как коучинг может помочь в этом? Здесь я хотела бы сказать, что коучинг с зависимостями не работает. Какого бы рода зависимость это не была. Это область психотерапии и других смежных с ней наук. Коучинг работает с теми, кто хочет двигаться в будущее, не уйти от чего-то, а прийти к чему-то. Определить, что там, на горизонте, является достаточно вдохновляющим, заманчивым, мощным для того, чтобы двигаться в это будущее, создавать это будущее, проявлять это будущее в том, что тебя окружает. Вот это то, с чем работает коучинг. У нас на линии Кирилл. Кирилл, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я являюсь тоже тренером, но немного в другой сфере. Я в сфере хитнеса. У меня вопрос следующий. Вот есть доктор Ифак Калдерон Адизас. Знакомы ли с ним ваши гости? И если да, то что она могла бы сказать по его работам, вообще по его методике? Я не могу сказать, что я... Кирилл, извиняюсь, спасибо за вопрос. Я не могу сказать, что я совсем детально и так скрупулезно знакомилась, изучала его работы. Но в целом с его концепциями я знакома, и мне кажется, что это очень такой мудрый, я бы уже сказала, человек, особенно учитывая его возраст. И в его книгах и в том, что он делает, много ценностей. Особенно для тех людей, которые находятся в бизнесе, потому что его концепции, они позволяют людям приходить к балансу, приходить к тому, чтобы в их жизни было как можно больше того, что действительно для них важно и ценно. Не отказываться от работы, от материальных и финансовых успехов, и в то же время, с другой стороны, находить возможности для того, чтобы быть семьей, для того, чтобы заниматься собой, заниматься своим духовным ростом. И, как мне кажется, что то, что предлагает Исхак Адизис, это одна из концепций, которые дают возможность выхода в какую-то новую парадигму для тех людей, которые с этой концепцией знакомятся, нового видения для себя. У нас еще один звонок. Наш слушатель Евгений. Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, к сожалению, впервые услышал это слово, коучинг, но, слушая вас, просто включил сейчас на дачу приемничек и услышал слово. Послушав, по существу, вы рассказывали о предыдущем каком-то клиенте, очень-очень из какой-то серьезной фирмы, которую нельзя называть и так далее. То, что вы объясняли ему, это сродни психоанализу, по-моему, да? То есть вы как-то не раскрываете суть и что из себя представляет этот коучинг. То есть это такая американская водица, да? Вот я говорю-говорю, я много говорю ни о чем, а вот существо не раскрыто. То есть я понимаю, что вы, наверное, каким-то образом стараетесь завлечь всех на эти курсы и так далее. Вот мне очень интересно, вы каким-то образом можете раскрыть существо и суть вообще самого термина, ну, не термина именно, а вот то, чем вы занимаетесь? Спасибо большое. Извините, если я что-нибудь не так... Евгений, добрый вечер, спасибо большое. Могу ли я уточнить, слушаете ли вы передачу с самого начала? Да, вот если вначале я говорила о том, что вот о коучинге действительно его сложно описывать. В него нужно включаться, и для этого, кстати, есть возможности бесплатные. Многие школы коучинга проводят бесплатные мастер-классы, студенты и участники проводят бесплатные сессии, так называемые промо-сессии, на которых вы можете посмотреть, как это происходит, испытать это прямо на себе и при этом абсолютно бесплатно, получить много пользы. По крайней мере, оценить, насколько эта польза нужна вам. Что касается того, как происходит этот процесс, то вот если совсем коротко и в двух словах, потому что передача все-таки немножко о другом, то одно из самых главных искусств, которым владеет коуч, это искусство задавать вопросы. Искусство задавать сильные вопросы таким образом, чтобы клиент нашел самостоятельное решение, чтобы клиент, увидев из множества альтернатив, из множества решений, не одно решение, а много решений, выбрал наилучшее решение, чтобы эти вопросы вели к тому, что он нашел сам для себя наилучший способ решения своей проблемы, решения своей задачи, способ достижения своей цели. И эти вопросы ведут к тому, что человек берет ответственность за то, что происходит в его жизни и то, что он хочет создать в своей жизни на себя. Не на кого-то, не на коуча, не на психоаналитика, не на психотерапевта, а на самого себя. И это всегда измеримый результат. Еще одна из компетенций коуча, которая важна, это умение слушать. Потому что мало задать вопрос, важно услышать за тем, что говорит клиент, что еще более важного, что еще более ценного стоит за тем, о чем он говорит, чего он хочет на самом деле. И вот это гораздо более ценно для того, чтобы клиент искал решения, находил их и воплощал их в жизнь. У нас на линии еще один звонок. Алексей, добрый вечер. Алло, добрый вечер, Алина, добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Добрый вечер. Алина, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы уже сказали, что есть тренинги проходят, да, то есть как бы, ну там, абсолютно бесплатные. А, ну скажем, где-то есть какие-то вот книги, да, что-то такое похожее, чтобы можно это было самому? Для начала окунуться, как бы попробовать, это вот возможно в коучинге? Алексей, спасибо за вопрос. Здесь с книжками ситуация такая. Есть действительно книжки, я не буду сейчас называть их названия, назову, пожалуй, двух авторов, которые, ну, являются такими наиболее, может быть, по моему ощущению, по моему мнению и опыту, значимыми для тех, кто изучает коучинг. Авторы – это Джон Уитмар, один из основателей коучинга как отдельного направления, фактически как отдельной профессии, Джон Уитмар и Мэрилин Аткинсон. Мэрилин Аткинсон является основательницей школы коучинга, университета коучинга, в котором я училась и с которым я сейчас работаю. Если же говорить о том, возможен ли вот самокоучинг, да, то, о чём вы говорите, я бы назвала это так, то здесь история такая. Вы правы в том, что есть действительно инструменты в коучинге, которые позволяют самому поработать с задачами, которые перед тобой стоят, и попытаться найти решение. Но также есть некие зоны в нашем сознании, которые, к сожалению, остаются недоступными для нас, когда мы пытаемся таким образом решить задачу. Это, знаете, как можно сравнить, когда мы смотрим в зеркало заднего вида. Вот бывает какой-то момент, когда мы машину в нём, сзади идущую, не видим. Есть такая слепая зона, хотя она там есть. И вот как раз для поиска, что там вот в этой слепой зоне, помочь увидеть вам, что же в ней находится, вот для этого и работают коучи. У нас есть ещё один звонок. Владислав, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. У меня скорее не вопрос, а небольшая поддержка выступившего тушителя через один назад, который сказал, что это вот очередная американская водица. Я адвокат по профессии, я общаюсь много, сами понимаете, с людьми, с не совсем хорошими людьми, с совсем плохими. И вот с моей точки зрения, то, что сейчас обсуждается, это вот действительно очередная американская вода. Если взять психолога, не психотерапевта, а психоаналитика, то со всех сторон его как бы посмотреть, с одной стороны, с другой, с третьей, с четвёртой. И мы в итоге с каждой стороны можем маленький кусочек вытащить и назвать его коучингом, психоанализом, ещё чем-нибудь. И за слово коуч приводится как тренер. Даже можно только сказать тренер, тренинг, мы говорим коучинг. Очередное, действительно, очередная американская вода. Я прошу заранее прощения за резкое суждение у Алины. Но это очередное изобретение, очередного американского человека, который просто хотел заработать на этом денег. Он их заработал, создал себе имя. Потом, что это дать распространять, опять же, цель уже зарабатывания денег. С моей точки зрения, практической пользы он не имеет ни малейшей. Владислав, добрый вечер. Да, действительно, есть такое мнение, что коучинг – это очередное новомандное изобретение. И, в общем, вообще для чего он нужен, когда есть уже много чего хорошего в жизни. И я бы с вами согласилась в той части, что действительно есть определенные способы, методы, инструменты, которыми люди пользуются издавна. Они умеют рассказывать вдохновляющие истории. Люди всегда задавали вопросы, которые помогали тем, кто искал ответы на вопрос, продвинуться дальше в решении. Люди всегда выслушивали тех, кто находится рядом. Не случайно были так популярны в советские времена посиделки на кухне. И, конечно же, это бизнес. Конечно же, это направление, в котором, конечно, мы работаем на коммерческой основе. Так же, как, впрочем, любые другие профессии, любые другие бизнесы. Как правило, это все-таки коммерческая, а не благотворительная организация. Другое дело, что коучинг, он нужен и важен тому, кто видит для него, видит в этом целесообразность. Ведь есть много других людей, которым он действительно не нужен. Есть ситуации, в которых лучше, гораздо лучше срабатывает что-то другое. Поэтому важно понимать, что коучинг — это не панацея, это не такое волшебное слово или действие, после которого для всех наступит счастье. Это метод, вполне конкретный метод и инструмент, который дает результат для того, кто обращается к коучу. Вы правы в том, что это в чем-то сродни с тренером, со спортивным тренером. Рядом с вами спортивный тренер, рядом с олимпийским чемпионом спортивный тренер, но достигать результата будет чемпион, а не тренер. Итак, это программа «Ужин для чемпионов» 5, 10, 99, 6, код города 495. Вопрос можно также задать и через сайт. По адресу в интернете www.finam.fm вы можете это сделать прямо сейчас. Алина, у меня к тебе вот какой вопрос. А какую роль в жизни чемпиона играет семья? И если... Давай ответить сначала на этот вопрос, пожалуйста. Какую роль в жизни чемпиона играет семья? Ну, как-то, если мы не будем в процентном отношении вычислять, то я бы сказала, что очень важно для многих иногда основополагающее, потому что семья — это как воздух. Мы не осознаем, насколько это важно для нас, пока вдруг это не исчезает или этого не становится мало. Поддержка семьи, те отношения, которые в ней существуют, это, безусловно, придает силы и является ресурсом для того, что может совершить настоящий чемпион. Семья — это тыл, который дает возможность человеку спокойно и мощно двигаться дальше. И если говорить, например, о моих клиентах, то даже если мы с ними работаем над бизнесом, над бизнес-задачами, над карьерными задачами, то все равно в орбиту наших обсуждений, наших интересов попадает и также ситуация в семье. И есть конкретная ситуация, когда, несмотря на то, что запрос первоначальный у моей клиентки был на бизнес, тем не менее пришлось сделать такое вот отступление, лирическое отступление, и какое-то время уделить тому, чтобы наладить отношения в семье. Именно тогда у нее сложилось понимание, что это действительно мешало ей спокойно уже заниматься бизнесом, спокойно двигаться дальше, развивать свой бизнес. Когда у нее не были идеальными отношения с мужем и уж совсем-совсем неважными с сыном. И вот эта возможность выровнять, сбалансировать одну свою сторону жизни, она дала возможность прийти к балансу и в другой стороне своей жизни. Это вообще на самом деле как раз тоже одно из качеств хорошего коучинга. Когда мы работаем над одним процессом, он заметно влияет на другие процессы и на другие стороны в нашей жизни. Неминуемо влияет. Начинает разворачиваться ситуация в вашей жизни совершенно по-другому. У нас в студии звонок на линии наш слушатель Вячеслав. Пожалуйста, Вячеслав, задавайте вопрос. Здравствуйте, Вячеслав, меня зовут. А я хотел бы гостю задать в студии вопрос. Использует ли она в своем бизнес-процессе, то есть в коучинге обучения восточной практике, например? Вячеслав, спасибо за интересный вопрос. Впрямую в самом процессе коучинга восточные практики не используются. Но ваш вопрос интересен тем, что он позволит мне сказать две вещи, обращаясь к слушателям. Во-первых, очень многое зависит от состояния, от внутреннего состояния, от внутреннего отношения к миру у самого коуча. У нас есть такое понятие профессиональное, как коуч-позиция. Это максимальное принятие чемпиона, максимальное принятие того, что происходит в его жизни, и того, что происходит в жизни самого коуча. Это живой непосредственный интерес, но при этом сознание, пребывающее в покое. Это с одной стороны. С другой стороны, в ряде случаев для клиентов, с которыми я работаю, бывает очень полезно обратиться к какой-то восточной практике, которая позволяет ему вот это внутреннее свое состояние, покоя, равновесия и баланса усилить. И я думаю, что вывод вы сделаете сами. Алина, ты говорила о такой важной вещи, как видение. Как один из основных, таких основополагающих и мотивирующих факторов человека, который принял решение поработать с коучем. Расскажи, пожалуйста, более подробно, что такое видение, как ты это представляешь и какие сложности встречаются у людей, у твоих конкретных клиентов, когда они определяют цели, когда они подходят к этому моменту видения? С видением связано очень многое. Вообще, если мы посмотрим на эволюцию жизни на Земле, то мы, как говорят, по крайней мере, исследователи и ученые, то мы обнаружим, что вообще сама способность к видению создавать ясные мысленные образы настолько конкретные и детальные, что человек их практически идентифицирует как такие же, как в действительности, вообще эта способность дана только человеку. И, видимо, это не случайно. Видимо, в этом есть какой-то определенный смысл. Как показывают совсем последние исследования, вот эта способность создавать ясную картинку, ясное видение своего будущего, она значительным образом влияет на то, потом, каким образом это будущее будет воплощаться и каким оно станет. Так вот, если говорить о формировании этого видения, то здесь вопрос очень интересный. Есть клиенты, которые очень легко и быстро визуализируют, которые привыкли к этому, особенно такие сильные визионеры, это успешные предприниматели. Это как раз помогает им двигаться очень легко и стремительно к их целям, потому что они их вот прям видят явственно, мысленным взором. Иногда бывают ситуации, когда у человека не прорисовывается эта картинка, когда он находится в таком, называемом, психологическом тупике в связи с какими-то жизненными или профессиональными обстоятельствами, когда у него вот это видение как будто бы схлопнулось, как-то не видит он в тумане это будущее, этот горизонт, что там на горизонте. И работа коуча заключается в том, чтобы поддержать клиента, в том, чтобы постепенно прийти к тому видению, которое для него является важным, которому он готов двигаться дальше. И здесь профессиональные навыки и компетенции коуча о том, как это сделать, как клиенту помочь создать то, к чему он готов двигаться. Так вот как помочь-то? Какие есть принципы, подходы в поддержке человека в определении его целей в жизни? Как вообще он должен подходить к определению своих целей? Ну, я думаю, если наша аудитория это скорее бизнес-аудитория в своем большинстве, то многие, наверное, слышали как про такие параметры, обстановки цели, как смарт, когда цель должна быть достижимая, измеримая, определенная во времени, согласованная и так далее. Там есть еще целый ряд параметров, которые, опять же, умные люди для нас определили. И это позволяет достаточно четко конкретизировать цель и идти к ней конкретными шагами. То есть чем конкретнее цель, тем конкретнее план действий, план шагов, благодаря которым мы к этой цели придем. Но в последнее время исследователи говорят так же, что есть, видимо, что-то еще. Вот способ, которым можно двигаться к большим жизненным целям, которые, может быть, человек ставит себе на всю жизнь или в середине жизни уже до своих последних дней. Это очень интересное явление о том, что вот такие цели очень сложно отсмартовать. Более того, смарт в этом случае не всегда срабатывает. И вот здесь включаются другие механизмы. Каким образом человек может для себя поддерживать вот эту привлекательную картинку, которая пока находится за горизонтом. И здесь мы приходим к очень важным вещам, глубинным, наверное, для каждого человека. Насколько эта цель поддерживается его ценностями? Насколько эта цель поддерживается тем, что для человека действительно важно? И, может быть, даже, что еще важнее, какой вклад он вносит в жизни других людей в процессе достижения этой цели? Что происходит вокруг него, когда он двигается к этой цели? Как его продвижение, как его шаги влияют на те изменения, которые происходят в жизни других людей? Вот это, пожалуй, дает возможность посмотреть очень широко, очень комплексно, системно и объемно на то, какой действительно должна быть цель. И именно это дает возможность говорить о таких невероятных целях, о том, что цель иногда оказывается даже за горизонтом жизни одного конкретного человека. Тем не менее, он к ней движется. Напоминаю, что вы слушаете программу «Ужин для чемпионов». Наш телефон в студии 651099,6, код города Москвы 495. Я ведущий программы Андрей Бубукин и наши гости бизнес-тренер, коуч Алина Светлова. Алина, вот то, что ты сейчас озвучила, выводит на следующий вопрос. Когда мы говорим о цели, которая связана с какими-то другими людьми, можно ли это назвать словом «миссия»? Если да, то вот в твоем понимании, а что такое «миссия человека»? Я скажу так, Андрей, ты такое слово произнес, которого многие побаиваются, потому что во многих компаниях висят такие красивые рамки с узорами, с красивыми подписями, с вензелями, на которых написана миссия. И это что-то такое практически отлитое в бронзе. Это что-то такое мощное и неприступное для людей. Но если мы подумаем, то кто-то когда-то создавал эту миссию, кто-то когда-то ее формулировал. Если мы обратимся к историям создателей крупных бизнесов, крупных корпораций, то у истоков всегда стояло не только желание заработать деньги, сделать бизнес, у истоков всегда стоял человек с мечтой, человек, который хотел что-то привнести в жизнь человечества. и вот это ощущение а что же лично я хочу привнести в жизнь тех людей, которые меня окружают, того сообщества, в котором я живу, то есть страны, которая меня сейчас поддерживает, всего мира. Это может быть звучит очень так глобально, очень так пафосно, но если мы в глубине себя ищем и находим ответ на этот вопрос, то тогда жизненные ориентиры при принятии решений, при сложных выборах, они становятся гораздо проще, когда мы находим свою жизненную миссию. У нас еще один звонок в студию на линии наш слушатель Константин. Пожалуйста, Константин. Добрый вечер. Добрый вечер. Алина, Алина, да? Да. Подскажите, пожалуйста, вы говорите много о целях человека, настоящие цели, первые цели в жизни, а как вы определяете истинность желания? Какие именно практические шаги вы предпринимаете, чтобы определить истинность желания человека? Константин, спасибо большое. Хороший вопрос вы задаете. Если говорить о моих клиентах, о моих чемпионах, что, собственно, я не исключение, когда я работаю над своими целями, то истинность, она проверяется достаточно легко. Ты начинаешь делать первые шаги, и есть вещи, которые ты понимаешь, ради чего ты эти шаги делаешь, хотя они не всегда легкие, не всегда простые, не всегда приятные, но но вот это понимание, ради чего ты сейчас эти сложности преодолеваешь, оно ведет тебя дальше. Либо в какой-то момент ты себе говоришь, а зачем я вообще все это делаю? Я работая со студентами в одном из проектов, я приводила такой, ну, очень простой пример, очень элементарный. Я говорю, вот себе представьте, что вы идете по лесу, по бурелому, там сломаны деревья у вас, канавы такие, болотца, и вот вы идете уставший, но вы знаете, что там вам нужно дойти, там ждут вас друзья, там домик, там будет все замечательно, и вы переступаете через это бревно, вы, даже если вы провалились в это болотце, ну, вытащили ногу, ну, нога немножко промоклая, не беда, мы когда-то дойдем, нас ждет, нас ждут наши друзья, которых мы очень хотим увидеть, если же мы просто так хаотически гуляем по этому лесу, вышли как бы в лес, то первое же препятствие, первое же бревно нам задает вопрос, а зачем я сейчас буду вообще всем этим заниматься, зачем я вообще сюда лезу, вообще, что я себе сейчас здесь буду делать, и разворачиваться назад, вот цели, они об этом, цели о том, и важность этих целей, для того, чтобы иметь силу и желание двигаться дальше, несмотря на то, что, возможно, не все так просто складывается. У одних людей так получается, что все сразу получается, а другие добиваются что-то в жизни в результате очень сложного пути, много раз спотыкаются, падают, им тяжело, и они все равно идут вперед, и про первых говорят счастливчики, а про других говорят, берут своим упорством упорные или даже упертые. Скажи, пожалуйста, а вот случаи, фортуны, везения, насколько они важны, чтобы добиться успеха и чтобы реализовать какие-то свои цели в жизни? Есть такое выражение из какого-то фильма, сейчас уже не помню из какого, но мне кажется, оно вот подходящим ответом на этот вопрос. Удача улыбается подготовленному разуму. Вот здесь удачные ситуации, удачные случаи бывают практически у каждого человека, а вот как им воспользоваться, быть готовым воспользоваться этой ситуацией, этим случаем, способен далеко не каждый, не говоря уже о том, как человек смотрит на мир, рассматривает ли он то, что приходит в его жизнь как препятствия и проблемы или как возможности. И вот здесь такое качество, как оптимизм, оно является одним из определяющих, потому что оптимисты смотрят, да, ученые признали, что они смотрят иногда сквозь розовые очки на действительность, но, как ни удивительно, эти розовые очки им помогают увидеть гораздо больше возможностей даже там, где и обыкновенных человек их не увидит, и создать что-то новое в жизни. Вот как становиться оптимизмом, это тоже одна из компетенций коуча, когда он работает со своими чемпионами. Бывает так, что одни люди добиваются каких-то результатов сразу, а другим нужно определенное время. Скажи, пожалуйста, а как научиться эффективно управлять временем? Да, ну, за несколько минут на такой вопрос, конечно, сложновато ответить. Существует масса тренингов, книжек на эту тему. Если говорить о самых-самых простых советах, наверное, я повторюсь, исходите из того, что для вас важно, из того, что для вас действительно по-настоящему важно в вашей жизни, из тех целей, к которым вы действительно хотите прийти, когда вы исходите из своих ценностей, из своей миссии, из того, что должно быть в вашей жизни, для вас обязательно, то ваше планирование будет достаточно простым. В вашем плане будет максимум тех задач, которые должны привести вас к вашим целям и соответствовать вашим ценностям. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Алину за то, что она поделилась своими мыслями, своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Алина. Это была программа Ужин для Чемпионов на радио Финам-ФМ и я, ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm До свидания, до встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте 99,6 МГц.